Добрый вечер, это Юлия Латынина и Алексей Арестович. Как часто в это время по четвергам. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте подписываться на канал Алексея Арестовича. Почти они вы не подписаны. Ссылка в описании эфира. Не забывайте делиться ссылками на эфир. И не забывайте ставить лайки. И я, конечно, не могу не начать с обращения командарма 58-й армии. А братья, сестры, тайщи-гладиаторы, контрбатарейной борьбы не хватает. Меня за это уволили. Ну, такое чувствуется. Хорошая плагиация пригожена. Соответственно, у меня два вопроса. Первое. О какой ситуации на фронте говорит это обращение? Потому что это, наверное, очень важно. А второе. Я, честно говоря, не припомню, чтобы ни советские, ни российские генералы обращались к широкой публике, ну, типа, через Фейсбук. Это что-то новенькое. Это вот тоже от пригожена. Это что, армия заявляет свои права на, типа, поучаствовать тоже в начавшейся гонке за властью? Да нет, это слишком смелый замах. Просто, если бы его не знали, он бы и не пикнул. Тут вопрос, скорее, в том, что Пригожин показал, что можно. Можно. Можно публично, через публику добиваться своего. Тебя примут в Кремле. Можно еще сбить 7 российских летательных аппаратов, и ты все равно быть принятым в Кремле. И вернут наградной пистолет, и деньги вернут. И извинятся, и переместят в случае чего. Так что, что терять? Надо пользоваться, пока есть коридор. Хорошо. А о чем это свидетельствует о состоянии на фронте? Потому что генерал очень конкретно объясняет. Он конкретно сказал, что у него в 58-й армии, которая держит половину Южного фронта, большущие потери, плохая контрбатарейная стрельба, ужасная с артиллерийской разведкой, все плохо, все страшно, и все уже, и все никак. И он честно доложил об этом большого начальства, что является наилучшим, и косвенным подтверждением эффективности украинского контрнаступления. Собственно, вот об эффективности украинского контрнаступления, потому что я должна сказать, что я всю эту войну ждала, что фронт посыпется изнутри, но я как-то была уверена, что это случится под действием успешного, как на Харьковском направлении, наступления. А сейчас у меня ощущение, что он может посыпаться под действием некоторых злокачественных процессов, которые запустил сам Путин. Ну, вот мы видели это на примере Пригожина. И я не хочу сказать, что это заявка на участие в аукционе, но просто как бы процесс аукциона запущен, и сейчас всякая лыка будет в строку. Да нет, я в этом, ну, трудно об этом сказать. Что можно сказать уверенно, что силовики перестали слушаться Путину. Так уж совсем сильно. Точнее, они стали действовать, делать действия, они еще слушаются, но они делают действия, которые уже не стремятся с ним согласовывать. Например, одной рукой Пригожину возвращают пистолет, другой рукой громят его офис. Чуть ли не в момент приема у Путина. Я у Фигина вчера это говорил. Представьте себе, вот Путин принимает человека, а в это время громят его офис. Это еще пять лет назад было возможно? Еще три года назад, два года назад. Нереально абсолютно. Как бы, да? Но вот, как бы, теперь уже можно. Там, значит, здесь его, ему прощают и отпускают, передислоцируют, а там приезжали командировали, арестовали, и неизвестно, что там творится в этих полевых лагерях. В Сирии, в Африке, впрочем. Они просто решают свои проблемы, причем у меня даже сводят счет, у меня даже такое ощущение, что региональные силовики уже не спрашивают свой центр. То есть, системка так понеслась в разнос немножко. Ну, а публичный выход генерала с обвинением начальника генерального штаба, старовшего воинского начальника в неадекватности, что нанесение удара в спину, это вообще из ряда вон. Для российской военной традиции это из трех рядов вон. Как бы, да, из семи рядов вон. Вообще беспрецедентный случай. Лишний раз показывает, что как далеко они зашли в деле разбалансировки своей собственной централизованного аппарата. Ну, и это заслуга ВСУ, силы обороны, которые давят на них очень сильно. Он же, смотрите, он начал с чего? С погибших товарищей. Если вы речь анализируете. Во имя погибших товарищей, люди, которые к нам никогда не виноватся, мы обязаны, мы должны и так далее. Можете проявить, можно только представить, какое количество этих погибших товарищей, если на командующую армией. А жалость к погибшим товарищам старшего майора в советской армии не переходила, честно говоря. Ну, по крайней мере, младшим погибшим товарищам. Своим-то еще куда не шло. По командире могли пожалеть. Но таких сентиментальных не держали в старших офицерах, а тем более в генералах. Вот. А это надо, я не знаю, что там должно произойти, чтобы произнес такую речь российский командующий армии. Он ее произнес. Значит, нам дела крайне скверны. Но самое главное, Пригожинский пример и вообще сумма накопившихся проблем в российской силовой структуре и вообще в структуре государственности. Это абсолютно демарш. Причем я не же именно на символическое его значение напираю. Я не думаю, что это может быть и будет иметь содержательные последствия. Но символические последствия грандиозны, потому что за этим стоит огромный символический капитал резкого недовольства. Чего? Войск своими штабами. От этого до... Это уже в принципе прямая, прямая, без поворотов, штык в землю. Либо оборачиваем, наплевать, наплевать, надоело воевать. Либо разворачиваем штыки в этих самых тыловых крыс, которые нас там заставляют, значит, штабных и так далее. Неизвестно, сколько оно займёт. Оно может занять некоторое время, может быстро произойти. За это ручаться нельзя. Но то, что они встали на прямую траекторию военного такого бунта нормального против собственного начальства, это и есть бунт, собственно говоря. Это уже его элементы. Пригожин прямой бунт. Это тоже прямой бунт, только не вооружённый. То есть мы видим за сколько? За три недели, две-три недели мы видим вторую, вторую, явную, публичную признак военного бунта нарастающего. Разноса системы. Это не может не рада. Ну, кстати говоря, вот я просто вспоминаю, что срочники много чего записывали. Какой-нибудь Шторм-Зет записывал. А вот штаб генерал... Ну, командущий армии. Вы представляете себе что-то такое? Да. Командующий армии. Там уже всё отбито. И вместо личного подсознания казённое давно, как бы, да, чтобы он на такое пошёл. Самое главное, что там по всем войскам, там же пронеслось мы с Поповым, мы за Попова. А это половина Южного фронта вообще. Так что он как бы начал играть уже в народность, в поддержку масс. Вот этот акцент, что я, конечно, отстранён, но я могу... Но я в чате доступен и решаю все ваши проблемы. Вот этот акцент на отец солдатам, он особенно характерен. То есть это чистый политический капитал. Это уже не военная история. Не история подчинённая. Ну, заработка как общественно-политического капитала. Ну, замечательно. Ещё один человек, который воткнул Путину на днях, это Эрдоган, который отдал азовцев, который вытер Путина ноги, который сказал, что зерновая сделка будет и без Путина. Что он такое чувствует в воздухе, что он вдруг заговорил таким образом? Да он просто... Эрдоган по классу политической игры на 21 голову выше Путина. Это то, что я объяснял азербайджанцам, когда они вали на себе волосы и говорили, что осеннюю войну недовоевали, что вот как же мы почти уже весь Карабах, а нас остановили, да ещё российские миротворцы были и так далее. Я говорю, подождите, подождите, два, три, пять лет будет результат, который вы не могли мечтать достигнуть военным путем. Потому что класс игроков, Эрдоган, Алиева, их месте намного выше, чем их противник. Турки, имея имперская нация, готовые там с огромным опытом политических интриг, столетиями складывавшихся в очень непростом месте зимового шара. Ближний Восток, Кавказ, Балканы. Как бы они умеют десятилетиями подмешивать яд в кофе мелкими дозами. Братаясь со своим другом-соперником, другом-врагом, обнимаясь с ним, обмениваясь кровью, заключая там союзы, становляясь кровными братьями, приглашая, вместе нападая на третьих лиц и так далее. Посмотрите на глаз игры Эрдогана. Ну, что ему там не прочее? Лишь как американцы против него не работали. Голоса были, что давайте, значит, знато его выгоним, давайте Турцию, значит, зарепрессируем, давайте санкции наложим, лируем, уроним и вообще где-то в демократии и прочее, прочее, прочее. А он спокойно делал свое дело. Ну, как спокойно? Попытка государственного переворота, приступ перед этим самым, перед избирательной компанией, больницу возили его, но даже землетрясение, которое очень сильно ударило по его этим самым, не мешает ему проводить, то есть тяжелейший внутриполитический кризис, не мешает ему проводить выраженную политику, которая заключается в том, что где-то медленно, аккуратно запутать Путина и всю российскую верхушку и саму Россию в систему отношений, из которых они вырваться не могут, потому что степень зависимости куда больше, чем у россиян от турок, чем у турок от России. И на серый бизнес, на серые схемы, или то, что называется в России параллельным импортом, он подсаживал не потому, что прибыль экономическая, хотя и это тоже не выпускали, а потому что это политическое влияние. По сути, Россия сейчас зависит от Турции, Индии и Китая превалирующим способом и особо дернуться против очень-очень-очень сложно, практически невозможно. И они очень все это с восточным коварством, как бы лежа на ковре, благорасположены, угощая, да, этим самым, угощая виноградом из собственных рук, просто создавали годами ситуацию. И когда оказалось, что вот ряд ключевых вопросов, которые надо решить, и они просто взвесили степень зависимости. И обнаружили, что Путин зависит от Эрдогана в соотношении там 76 к 30, к 24, например. Так можно выставлять любой ультиматум. Тем более, заметьте, в отличие от славного НАТО, всего вместе взятого и по отдельным странам, которая там очень ответственна, не хочет, чтобы конфликт распространился, чтобы, значит, ядерное оружие, чтобы не было никакой эскалации, в божьем бою, это же Путин, он же там как эскалирует и всякое такое. Эрдогану плевать на эскалацию и на возможные последствия, и плевать на весь ядерный российский арсенал. Когда надо было щелкнуть Су-24 в Сирии, они щелкнули, не моргнув глазом. Когда надо было в прямые бои столкновения с Российской армией выделя вступить, в 19-м вступили, Ажбюром. Когда надо было в прямые бои столкновения в Ливии вступить с Российской армией, вступили. Когда надо было на прошлой неделе побомбить лагеря Вагнера побомбили. Когда надо было итальянские фрегаты огнем отпугивать от ливийского побережья, отпугивали. Опасным маневрированием и так далее. И в результате, мы же составляем очень на украинской проблеме здесь, в Украине, в саммите, на ее составляющей. Реально же там была составляющая очень серьезная турецкая. И заголовки были понятные и простые. И свидетельства тех, кто там участвовал. Эрдоган получил все. Вот это класс игры. На тебя давило. Твое страшное НАТО, участником которого ты являешься. На тебя давили все вообще как могли. И ты проводил свою особую политику и всего своего добился. Это я понимаю. Это да. А всего для чего? Ну как. В 16 ему блокировали американцы. Последние модификации блокировали. Теперь поставляют. И там ряд внутренних каких-то вопросов. В том числе называют Фегин. Фегин вчера назвал проблему Северного Кипра. Ему там виднее. Возможно урегулирование и прочее. Но он тоже сделал реверанс и пустил Швецию в НАТО. Там парламент должен проголосовать. По-турецки в сентябре вроде бы как. Ну, глядишь, какому году в Швеции будет НАТО. И ну, куда Путину против такого класса игры? Ну, куда? Опять же, когда был переворот? Вот. Эрдоган где был? В небе был на Турции. В самолете. При том, что часть летчиков перешла на сторону. Ну, как перешла на сторону. Они были на стороне. На стороне тех, кто переворачивает. Сделал попытку переворота. Носили удары по парламенту турецкому. И там по всему остальному. Я не помню. Президентского дворца у Ленина. Легко могли его сбить. Но у него мужа он никуда не делся. У него было личное мужество летать над этим всем и командовать на протест. Как бы, да. Остановка и переворот. Ну, и когда понадобилось репрессировать? Он 35 тысячек арестовал. Не моргнул глазом. В том числе, поизымал кучу людей из страшной армии, которая представляет собой корпорацию турецкую. Никому не отдаёт никого. Ну, где Путину до этого? Джанкинмен. Ну, рядом не валялся. Так кто кем будет управлять в реальной геополитической ситуации? В реальном столкновении? Конечно, Эрдоган. Потому что класс игры там просто. Я не знал, что ждать от этого визита. Не был вполне уверен, когда президент Зеленский был в Эрдоган. Но когда Эрдоган вышел и сказал, что Украина достойна быть в НАТО, я сразу всё понял. Сразу всё. Как прожектором высветилась вся дорога. Всё стало понятно. Ещё такая маленькая деталь, что врачей допустили к Саакашвили. Оно не очень, конечно. Многое это не то, чтобы выпустить к Саакашвили. Но, как вы считаете, это просто капля камень точит или это тоже какое-то свидетельство? Это рано оценивать. Каких врачей, как допустили. У него и раньше были врачи. Как бы давно, но были. То есть, тут ещё рано судить. Тут нужно системные действия. Вектор можно проложить только по двум точкам. Через одну точку можно провести сколько угодно прямых, направленных в разные стороны. Когда появится вектор, когда будет второе действие, тогда сможем судить. Пока рано. Ну, вот, собственно, на фоне всех этих очевидных признаков путинской слабости Вильнюс. И поскольку разговор про Вильнюс жёсткий и неприятный, если можно, начну его с флангового манёвра. Дело в том, что есть страна, которая получила, сейчас получила от НАТО всё, что хочет. И не только всё, что хочет. Это не Турция, это Польша. Я напоминаю нашим слушателям, что Польша покупает сейчас у Южной Кореи тысячу танков, 673 гаубицы, что она также покупает 366 американских Абрамсов, что она покупает 32 F-35, не F-16, а F-35, а 96 Апачи. И, в общем, ну, всё, о чём Украина может только мечтать. И вообще становится просто первой армией. Ну, я не знаю просто как по сравнению с украинской армией, но если, допустим, сравнивать с германской армией, то просто германская армия скоро будет не годиться в подмётке польской армии. И мой вопрос такой, чему учит пример Польши в этом контексте? С чего начинать? Нужно закатывать рукава и заниматься реальным системным строительством. И заниматься реальным суверенитетом. Польша же не просто закупает, что хочет. Польша, будучи членом НАТО и Евросоюза, умудряются проводить политику, которая идёт в разрез с политикой этих двух образований. Например, по теме ЛГБТ и всего остального. Ключевым вопросом, за который они падают в омрак, штрафы накладывают по миллиону в день евро и так далее. Помните историю с польским судом и прочее, прочее? Довоенную ещё. И ничего проводят и остаётся и весьма оценимым членом являются. Более того, их решение увеличить вооружённые силы в два с половиной раза по сути и перевооружиться делает её одной из самых мощных сухопутных армий НАТО после Соединённых Штатов и Турции. И если исключить французское ядерное оружие, то большой вопрос ещё, как там соотношение с Францией стоит. Британия давно уже просела с Францией. В общем, она в первой пятёрке однозначно, а это фактор номер один для всего, для инвестиций, для... Инвестиции приходят туда, где безопасность. Точно-то... Поэтому они создали систему, когда экономика работает на армию, а армия работает на экономику и усилив. Ну, задумка ясна для меня, например. Ну, как ясна? Я бы делал так. Я бы делал два клыка, которые сдерживают Россию. Верхняя – это Польша, северная – южная – это Украина. Это давняя историческая модель. Ничего нового придумывать не надо. Мы находимся в ряде надгазударственных союзов. И представьте себе, армия мирного времени у Польши 350 тысяч, а у нас 350 тысяч, 700 тысяч – постоянная армия. Ну, куда там Путину дергаться в любом варианте? Это лучшая безопасность для Европы. Лучшая система безопасности. И, в принципе, к этому все идет. Де-факто. Только Польша может, не стесняясь, это все делать, а мы вынуждены делать в сложных, в созависимых диалектической борьбе с любимыми партнерами. Я думала, вы скажете, что сначала надо построить экономику, а потом армию. Это два взаимозависимых процесса, по-другому никак. Мы не можем сейчас сначала некоторое время строить экономику, а потом армию, потому что мы в состоянии войны девятый год. Поэтому нам надо и то, и другое. Компромиссы и то, и другое. И экономику, и армию. Ну что ж, тогда возвращаясь к Вильнюсу. Я цитирую ваш собственный пост. То, что на Западе нынче слабые лидеры не способны принимать серьезные решения, не отменяет тот факт, что мы, ну то есть Украина, от этих лидеров зависим чуть больше, чем полностью. Наша главная ошибка, которая вчера пахнула нам в лицо жаром непоправимости, заключается в том, что мы сделали ставку на политику эмоционального шантажа, политику перформанса, а политика мужественных жилваков. Вот перед саммитом Байден сказал, что в интервью о Фарете Закарья, если будет соглашение Украины с Россией, если будет мирное соглашение, то я думал, мы сможем решить этот вопрос членства Украины в НАТО. И на заключительной пресс-конференции он сказал то же самое. Типа, кончайте войну, вступите в НАТО. И, соответственно, вот какие ваши ощущения от всего этого? Потому что... Так и шум ощущения. Все правы, все неправы. Сворачивайте. Да, все правы, все неправы. Сворачивайте. Это жизненная диалектика, она сложная. Нельзя сказать, что вот они правы, а мы неправы. И все правы, и все неправы. В чем-то в этом-то и сложная ситуация. Сейчас очень многие критикуют президента Зеленского. А давайте поставим себя на его место. У тебя убивают каждый день людей, за которых ты вообще-то отвечаешь, как верховный главнокомандующий и глава страны. Причем лично переживаешь. Каждая смерть это как бы сырпом по этим самым, по нервам, по венам. Я же знаю, как он переживает на самом деле. Это очень тяжело. У тебя, твои любимые союзники очень похожи, судя по заявлению чешского президента, ведут дело к тому, что какая-то часть твоих территорий останется оккупированной. А президент знает как-то кто-другой, что такое оккупированная территория. Видели, как он поменялся после Буча? На фотках же видно было, да? Тут знают цену оккупированных территорий. Знают, что прямо сейчас пытают, убивают, насилуют, грабят, прессуют наше население, мобилизуют, его посылают на фронт украинцев, убивают украинцев и так далее. Как он должен к этому относиться? Его упрекают в отсутствии политесса в том, что он там резкие слова говорит. Так у него людей убивают каждый день. И по-хорошему идет дело к тому, что часть территории окажется оккупированной, его территория, и с его гражданами, его в смысле, как ответственного лица за все происходящее в Украине. Ей будут по-прежнему пытать и убивать, и мобилизовать в российские структуры и грабят. Но отнимают часть страны. Ему предлагают это, судя по некоторым заявлениям, и намеком предлагают это как часть сделки будущей. Ну, извините, знаете ли. Опять же, это же все очень дурно пахнет. Я Марку приводил этот пример. Там же вилка какая. Мы вам так много помогаем, и вы должны быть нам благодарны. А мы им благодарны. Но представьте себе, Юля, что у нас есть третий знакомый, и мы решили сброситься ему на операцию. Он сильно заболел, ему нужна операция. Он просит у нас 100 тысяч долларов. Мы собрали 90. И вроде как это очень много. Очень много. И почти 90%. Но проблема в одном. Он не может достичь цели сбора денег. Задачу не выполняется. Он не может сделать себе операцию. И то же самое здесь. Они нам дали очень много и дают очень много. Десятки миллиардов долларов военной экономической помощи. это как бы ну нельзя быть за это неблагодарным. Я в каждой передаче через один через раз в каждом интервью у меня есть всегда блог, когда я говорю мы благодарим правительство и народ вашей страны. Я же все время раздаю интервью иностранным спасибо правительству и народу Британии спасибо правительству и народу Франции спасибо правительству и народу Японии все перед кем выступаю всегда всегда говорю спасибо целый блок специально рассказываю как их помощь нужна важна и так далее но если эта помощь не решает ключевую задачу то какие гипотезы мы должны строить и президент в первую очередь какие они не хотят нашей победы они не хотят чтобы мы вышли на границу 1991 года они не хотят чтобы мы спасли всех как он выразился до последнего села и до последнего деда так это же наш дед даже если один дед останется выкупаться на одном квадратном метре его там будут мордовать то что то как мы должны это воспринимать мы не должны его защищать мы должны к этому стремиться и так далее поэтому возникает эта коллизия и они правы говорят ребята ну вы могли бы быть и поблагодарны и мы правы потому что мы говорим, конечно, мы очень благодарны тогда решить главную задачу. Почему эти полумеры? Куда это вообще все длится? Куда это все вообще идет? Это эмоциональная дилемма, это историческая дилемма, это цивилизационная дилемма, и она будет решаться в конфликте. Вопрос какой-то он уже есть, он явный. Вопрос только в том, в какого рода конфликте по насколько упорядоченным правилам он будет решаться. Они нам говорят, ребята, ну вы же коррупционная держава. Мы лучше, чем они знаем, что мы коррупционная держава, и то, что на войне все пытаются заработать гораздо больше, чем в мирной жизни, потому что это шальные деньги. Это всегда во все времена были. Шлиман раскопал Трою на том, что воровал с военных заказов. Правильно? Сделал доброе историческое дело. Детскую мечту выпал. Но! У меня встречный вопрос. А у них нет коррупции? Можем посчитать европейских президентов и премьеров, которые были которые преследуют за коррупцию. Саркози, например. За закрайние годы. У нас говорят, что мы сильно толерантны к коррупции, а мы не арестовали главу Верховного Суда. На секундочку. Одну из ветвей власти. По сути, в Украине. Мы боремся. Нам можно предъявить многое, так во-первых, и можно предъявить. Во-вторых, есть куда более весомый аргумент. Понятно, что у нас коррупции больше, понятно, что у нас больше толерантности к коррупции. Понятно, что мы боремся не так, как они. Но это слабый аргумент, я считаю. И лучшим доказательством является вот что. В НАТО есть страны и в Евросоюзе, в которых с коррупцией более чем в порядке. Причем эта коррупция истекает не откуда-нибудь, а прямо от Владимира Владимировича Путина, который является что? Организатором этой коррупции, держателем за яйца этой страны. И позволяет таким образом влиять на всю политику, которую они проводят. Которая экспортирует нефть и коррупцию. Да, так вот, как бы, да. И что? И это государство благополучно является членом НАТО и ЕС. Влияет на решения, которые они принимают, определяет политику и так далее. И что? Ничего не собираемся с ними сделать, да? Я назову сходу десяток государств НАТО. Не назову, потому что не хочется обижать союзников, ну как партнеров, пока не союзники. Но это было бы неблагодарным. Но которые в 50 раз менее готовы быть членом НАТО и ЕС, чем мы. Особенно НАТО. Если речь говорить о военной безопасности. Тем не менее, они приняты давно, еще в начале нулевых годов. Еще один момент. Мы же не просили их принимать в НАТО. Нас сейчас, это же воюющая страна. Как бы, ну куда нас принимать? Все это прекрасно понимают. Что просили? Мотивировать наших солдат, умирающих, сражающихся, да. А каждая взятая посадка – это трагедия в нескольких украинских седях. Навсегда. На всю жизнь. Каждая посадка, каждые 30 метров – это убитая наша солдата. Просили мотивировать их, чтобы они понимали, за какую цель они сражаются. Потому что прием нас в НАТО – это исторический поворот в судьбе Украины. И они выбрали главный приз. Все мы выбрали. Потому что воюет все общество. Первое – это мы устояли, когда нас хотели уничтожить, поглотить. И второе – мы что? Выбрали ключевое историческое решение. Потому что с НАТО воевать никто не будет. Это же очевидная вещь. И так далее. Так президент говорит, дайте мне. Он же сказал, дайте мне, что мне сказать со моим солдатам, моим людям. Это была бы мотивация. Но нет. Не дали. Потом наговорили много хорошего. Нельзя сказать, что не дали. Но самое главное – это я все по ступенечкам поднимаю. Сейчас мы окажемся на Парнасе. Согласны ли мы, Юлев, предположить, что внешнеполитические цели Украины в этой войне и наших любимых союзников по НАТО радикальным образом не совпадают? Я думаю, что они радикальным образом не совпадают. И об этом я как раз говорю. И вот это главная вишенка раздора на тортике. Потому что мы на основе декларации наших политических целей, президента, СНБО и так далее, говорим, что нам нужна граница 1991 года. А негласно у нас в экспертно-общественном консенсусе есть такая штука, как развал России. Не все придерживаются этой точки зрения, но это очень модная, популярная точка зрения. И некоторые даже должностные лица нам позволяют себе говорить о развале России, не будем показывать пальцем. Такие не самые последние, входящие в первую десятку высшего военно-политического руководства Украины. А американцы не прикрыто прямым текстом на уровне господина Лютвака и еще многих других господ. А это на секундочку советник по национальной безопасности президента Рыган. Позволяют себе отец и книга по стратегии, которая является обязательной к изучению всеми военными, всеми спецслужбистами и прочее. Говорит, мы не будем разваливать Россию, что за идиотские мысли. Ничего такого близко не будет. Мы не дадим Украине проиграть, но не дадим нанести поражение России. Потому что Китай, потому что баланс сил, потому что макевиализм, потому что Вестфальский принцип. Баланс, 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 баланс и так далее. И можно понять американцев целиком. Они говорят, ребята, вы на наши деньги хотите достичь целей, которые противоречат нашим целям. Вы что, с ума сошли, что ли? Можно понять нас, которые говорят, вы хотите, чтобы мы что, оставили под оккупацией вот этих товарищей, наших граждан, которые там будут убивать, насиловать и пытать. Вы что, с ума сошли? И вот примерно в этом разрезе и идет разговор. И все это имеет два замечательных последствия. Первое. Напрочь пропадет, я надеюсь, у нас у всех напрочь в Украине пропадет евроромантизм, евроатлантический романтизм и так далее. Чего бы я желал по большому счету? Это то, чтобы между нами и союзниками легли не сантименты или партнерами. Там флаги, которыми мы закутываемся, обнимаемся, слова благодарности и все остальное. Это само собой нужно оставить. Это символический капитал. Это важно. Лег калькулятор. И мы начали считать. Просто, вот как они любят по деловому, считаем, чем, кто кому может быть выгодным. И начали нормально прошиваться системой двухсторонних договоров. Потому что на национальные блоки это слишком расплычатая гарантия. Нам гарантировали, что нам будут гарантировать. По сути, да, такая себе история. Поэтому мне больше нравится двухсторонний союз. Украина-Румыния, Украина-Польша. С Польшей, например. Украина-Польша, Украина-Литва, Украина-Латвия, Украина-Эстония, Украина-Финляндия, Украина-Швеция, Украина-Словакия. Ряд, который был подписан, когда Украина-Турция, когда президент сделал тур перед Вильнюсом. И что я хочу сказать. Никто здесь не хороший, никто здесь не плохой в этой истории. Это совершенно реальные, дошедшие, выскобленные уже до гранита, реальные противоречия в интересах, которые составляют суть политики. Как они эволюруют, как они обнимаются, как они фотографируются и так далее. У нас свои, у нас свои. Президент сменил риторику на второй день, если вы заметили. Он первый был очень жесткий, а второй он так и начал говорить смягчающе, компромиссно. Он говорит, мы все прекрасно понимаем, но хотелось бы что-то привести солдатам, сражающимся, обществу, по которому бьют ракетами. Как бы да, и так далее. Но какую-то большую уверенность, но в конце он очень жестко сказал, что наша цель не меняется. На границе 91 года ни одного деда, ни одного дома я не собираюсь оставлять. То есть противоречия никуда не делись. А теперь, внимание, вопрос. Почему нам не дали пакет вооружений, который гарантировал бы успех контрнаступления? Гарантировал это невозможно на войне, а, я скажу так, обеспечил бы решающее превосходство противника. Или хотя бы решительное. Я вам говорил, да, есть решительное превосходство, есть решающее. Решительное это, когда мы доминируем, но, конечно, за счет полководческого таланта, случая, фарта, ситуации, погоды, и противник еще может что-то противопоставить. Условно говоря, у нас 9 ПТУРов, а у него 4 на километр фронта. А решающее это, когда он может быть трижды гений, за него может быть погода, судьба и все остальное, но ничего уже сделать нельзя, потому что слишком большое превосходство. У нас 25, а у него 3 на километр фронта. Так вот, проблема же не только в авиации, проблема не только в дальнобойных ракетах, которые американцы не дали, дали британцы и эти самые, и немцы не дали, дали британцы и французы. Французов, от которых меньше всего можно было это ожидать. Проблема в том, что нам не хватает для превосходства обычных вооружений в линии. Минометов, пулеметов, дронов, бляха, грузовиков не хватает элементарных, чего же там говорить. И вот это вот, у вас подбили 15 Брэдли, мы вам 15 пришлем, это, конечно, отличная история. Но только учитывая, что у них 4000 Брэдли на вооружении, 2000 на складах, это начинает, как бы это деликатно сказать, но дурно пахнуть. И все. И вот президенты, все мы находятся перед очень... Давайте решим эту задачу. С одной стороны, любимый союзник, которому мы обязаны всем. Если бы они, нам вообще бы не выжили, у нас бы физически уже не было. Я бы с вами не разговаривал наверняка. Ну, или где-то там периодически включался партизанин в этих самых горах Закарпатья. Как бы она и так далее. Надиктовал. Мы обязаны всем почти. С другой стороны, у нас стоит задача, она же не для меня, не для президента, не для себя, не для свата, не для брата, как говорил Высоцкий, правильно? Конституционная задача – освободить всю территорию каждого нашего гражданина. Вернуть их домой, детей вернуть, вывези на кто-то насилие, на взрослых и так далее. Это наши граждане. О чем мы должны думать? О чем мы должны заботиться? А нам говорят, нет, ребята, у нас другая геополитика, другие планы. И мы вас ведем в совершенно определенный коридор, совершенно определенный результат. Но конфликт неизбежен. Эмоциональный, институциональный, геополитический и так далее. Поэтому давайте скажем честно, наши внешнеполитические цели в этой войне резко противоречат внешнеполитическим целям наших главных спонсоров и союзников. Вариант выхода из этого. Три всего. Первый – мы резко закусываем у дела. И начинаем, нам плевать на их мнение, мы начинаем добиваться своего всеми возможными способами. Есть ли у нас для этого практический ресурс? Нет. У нас возможны декларации. Но если нам не будут давать вооружение, военную технику, то ясно, что мы не только не освободимся, пойдем в топорвод. Нам бы еще удержать то, что есть. То есть этот путь заведомо тупиковый. Возможно, риторика жесткая, но достичь этого нет. Второе – мы говорим, ну окей, лошадка гордая, но голову придется склонить, и радостно идем куда? По коридору, который ведут союзники. И третий вопрос – это… Как происходит северная Корея? Которая, ну, южная и северная Корея не будет, это преувеличение. Корея-то пополам поделена. А у нас сколько там? Нет, северная Корея будет Россия. Да, но у нас 20% территории. А, в Северной Корея вся Россия имеется в виду. Это такая смелая натяжка. Предполагается, что мы были с Россией единым государством, а это прошло 32 года назад. Если часть, давайте так, часть оккупированных территорий остается оккупирована вне эффективного контроля украинского правительства, скажем так. Потому что 80% там, сейчас тело не в цифрах, но очень большое количество мы удерживаем. Сколько неизвестно, куда двинется по результатам куда наступления. По сути, большую часть государства, что, как они нам обещают, прекратив войну, вступаем в НАТО, многие могут сказать, что это суперисторический шанс. Более того, как говорят их же аналитики, советники и все остальные, никто же не собирается отказываться и не предлагает Украине отказываться от освобождения Крыма и оккупированных территорий. Просто предлагают делать это не военным путем, в силу отсутствия перспектив, сделать это военным путем. Или делать это военным путем, но ценой чего? Уничтожение 200 тысяч взрослого мужского населения, генофондов и так далее. Разрушены экономики полностью, всего остального. То есть, вариант ФРГ-ГДР. ФРГ-ГДР вступает в НАТО, правильно? Вернее, ФРГ вступает, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно добудем, но гарантии НАТО на нее не распространяются раз, а во-вторых, что мы признаем эффективный контроль советской системы, мы противостоим. И третье, мы боремся за их освобождение не военным путем. В принципе, пока нас никто не слышит, это мы с вами одни, это очень неплохая сделка. Она до некоторой степени аморальная, но очень неплохая. Аморальная, потому что мы говорим, ну да, приходится там оставлять в оккупации наших граждан. Но она аморальная, потому что не наказываются военные преступники. Она аморальная, потому что на это спешит часть санкций, чтобы Россию на это уговорить. По сути, поддадут Путину возможность восстанавливать потенциал и продолжать оставаться у власти в России. То есть репрессировать российские народы, народы России. Продолжать угрожать миру. И так далее. Но они говорят, так устроена политика. Точный баланс сил. Помните знаменитый разговор пастора Шлага с министром Крауза в 17-м главе весны? Там же вся эта ситуация была предусмотрена, что Юлиан Семенов гениальный человек. Он говорит, я никогда не поверю, что англичане, американцы, люди, исповедующие Христа, способны пойти на подобное политическое решение. Говорят, дорогой пастор, политика предполагает забвение ваших терминов Христос, мораль. Она предполагает соблюдение точного баланса силы. И ровно с этой ситуацией мы сейчас столкнулись. И третий вариант. Мы достигаем компромисса. Но я думаю, будет четвертый вариант. Знаете, какой? А именно? Условно, марш справедливости 2. Может быть, не сразу. Может быть, после перемирия. Но обязательно путинский режим крякнет с высокой долей вероятности в силу внутрироссийских причин, которые, конечно, с внешнеполитическими ситуациями и так далее. И вот тогда, не дожидаясь никакого четверга, мы с вами немедленно записываем программу, в которой я 40 минут буду обращаться. Точнее, не 40. Зачем 40? 4 минуты мне хватит. Даже 14 секунд мне хватит, чтобы обратиться к любимым западным союзникам. Я вам скажу следующее. Можем порепетировать. Дорогие, любимые союзники и партнеры, вы же очень боялись развала России. Вы же работали на то, чтобы не только Россия устояла, но и Путин сохранил свою власть, и когда Пригожин шел на Москву. Вы же готовы были пожертвовать нашими территориями, нашими людьми. Вы готовы были, как это, жестко ставить за шею Украину в стойло, обвиняяя нас в страшных грехах, да, и во всем. Неготовности, неспособности и всем остальным. Жертва крови наших солдат. А сейчас что? Что теперь? Куда привела вас вся ваша политика? Теперь надо срочно по тревоге поднимать польскую армию, 101-ю, 82-ю десантные воздушные сады дивизии сборной силы Украины, чтобы брать ядерный арсенал под контроль? Или как? Залазить на территорию России с партизанской войной, эффективно договариваться с командирами или хунтой пришедшей к власти, делать все то, что вы не хотели делать и все, что можно было сделать при вашем-то потенцах. А когда они говорят «Да нет, вы что? Ну невозможно! Это же провокация страшной ядерной войны!» У меня тоже есть аргумент. Я скажу «Давайте посмотрим от Брюсселя, где это? На юго-восток. Там за Альпами швейцарскими, за равнинами, вернее, за чешскими и польскими Татрами, за девятью хребтами болгарскими высится старинный город Константинополя. Он же Стамбул. А чуть за ним дальше Анкара. И в этой Анкаре сидит Джей Пардоган, который во времена, когда вы рассказывали, как страшно спровоцировать рассеянную эскалацию, сбивал ее самолет, резал их спецназ в Сирии, там я не знаю что, лупил по Вагнеру в Ливии. И так эффективно, и еще при этом заставлял строить себе атомную станцию и продавать С-400, и крутить через них серые схемы, позволяющие накачивать экономику живыми деньгами в момент ее кризиса, что вам всем поучиться надо бы. Вот смотрите, все было бы хорошо, и вся бы их аргументация железно работала, если бы не два человека. По поводу коррупции Орбан, а по поводу эскалации Эрдоган, но все беды от объективной реальности, есть Эрдоган, это по поводу эскалации, страшно, страшно эскалацию, у Турции же нет ядерного оружия, а у России есть, есть, есть ядерное оружие, понимаете, ну, эскалирует, вообще, как бы, надо эскалировать, он делает это с огромным удовольствием, он не колеблется ни секунды, как бы, да, а по поводу коррупции я бы поподробнее расследовал строительство уже второго блока или там второй, как очереди, атомной станции в Венгрии, который недавно объявил РосАТ, очень подробно и с интересом бы посмотрел, и что? Что вы нам там скажете еще по поводу коррупции эскалации? Поэтому я же еще расскажу, нам, Украине, надо терять остатки романтизма и идти турецким путем и польским, два для нас примера, ну, еще Азербайджан можно взять, не в смысле авторитаризма лидеров и так далее, Порше не авторитарно, а в смысле натягивать вот сюда вот пояс, потуже его затягивать и реально, реально прокачивать свой реальный суверенитет, экономический, безопасности и так далее, потому что только с ним считаются, только тогда можно выставлять не эмоциональные аргументы, а реальные аргументы, какие бы они маленькие ни были. Надо положить калькулятор между нами и американцами, позаключать реальных договоров, чтобы они были с головой заинтересованы в Украине, у нас есть о чем с ними говорить, титан, литий, много чего там, еще прочего-прочего и так далее, и реально этим заниматься. Так что они кровно, своими деньгами были бы заинтересованы в благополучии Украины и ее росте. Тогда мы по принципу установленного двусторонних связей имеем обратное воздействие на них. Не на уровне эмоций, не на уровне героизма, не на уровне объяснения, что вот наши солдаты и так далее, и так далее, и наши дети под бомбами, а на уровне реальной выгоды или невыгоды. Они только так понимают. Я считаю, это их главной слабостью. Национальность политики, которую она приводит, неспособность принять серьезных решений на фоне того же Эрдогана, по тому же Орбану и так далее, который же внутри, который можно примерно наказать. Но они такие, и мы от них тотально зависим. Наша главная ошибка была то, что мы не пошли польским и турецким путем. В 91-м году Польша с Украиной сравниться не могла, ни в чем. Они к нам за утюгами ездили. И Турция по многим показателям оставала. Даже по вооруженным силам и по всем остальным у нас была крупнейшая группировка в Европе вооруженная. Промышленный потенциал, мама дорогая. Кто списал это все унитаз? НАТО. Ну, они постарались, конечно, чтобы мы без ядерного оружия оставились, но тем не менее. В основном мы все профукали. И вот этот главный урок, который нам нужно вынести, не то, что НАТО циничные макиявелевские реалисты, а то, что нам надо прощаться с иллюзиями детскими и перестать оперировать к эмоциям, а оперировать что? к реальной силе экономической, информационной, дипломатической и так далее, военной, безопасностной и так далее. Ударными темпами строить, накачивать реальный потенциал. И каждый шаг это плюс к потенциалу, даже самый маленький. А отсутствие этого шага это минус к потенциалу. И выбор очень прост. И вот когда мы приобретем силу Польши или силу Турции, тогда можно по-другому разговаривать с союзниками по отношению к их политике, в отношении нас по отношению к нашим внешнеполитическим целям, общим, совместным, перекрывающим друг друга, частично противоречащим и так далее. Вот главный урок, который нужно вынести. Реализм. Реализм и вместо реальной, как я сказал, вместо опоры на реальные эмоции, опоры на реальную экономику. Опоры на реальность. Короткий вопрос. В чем все-таки резон США? Потому что действительно можно 33 раза сказать, что типа они слабые, они ничего не понимают, но страна, которая является слабой, и построила такую экономику, она прекрасно все понимает. Соединенные Штаты понимают все лучше. Они про нас понимают лучше, чем мы про себя понимаем. Фишка Соединенных Штатов заключается в том, что им нужно балансировать историю с Китаем. Есть треугольник Россия, Китай, Запад. Читайте Соединенные Штаты. И две стороны этого треугольника всегда должны быть направлены против третьей. Россия или Китай. В 75-м году это стало Россия, США и Китай против Советского Союза. Сейчас они хотят Россия и Запад против Китая или хотя бы нейтрально. Они боятся, что разгром Путина приведет его поражение в объятие Китая, а Китай включится и начнут поставлять вооружение напрямую. А боеприпасы с корейской маркировкой мы уже видели. Как бы здесь северокорейские. Говорят специалисты, я лично не наблюдал, но в интернете что-то помелькало, надо уточнять. Это версия. Так вот, или окончательно толкнет несчастного Путина в объятии Китая с передачей технологий, которые не хотят передавать ресурсов и всего остального. Поэтому они балансируют глобальный интерес. Их прекрасно можно понять. Но вот где реально при всем сочувствии и любви к Украине, где на этом месте противостояние с Китаем, где вес Украины. Поэтому это очень точный расчет. Можно называть циничным, можно называть его трезвым, как хотите назовите. Можно давать моральные оценки, можно практически давать оценки. И выход из этого только один. Нам не надо взывать как милосердию, пониманию и сердечности. Точнее надо, но это не должно быть основным инструментом политики. Нужна и публичная дипломатия, дипломатия детских фотографий, дипломатия убитых в Буче. Это все важно. И дипломатия обмена эмоциональным опытом. Но это не может быть главным. Это все хорошо работает, когда за нами реальная сила стоит. Совершенно реальная сила. И нам нужна реальная сила. Вот и все. Реальная сила. Свои боеприпасы, свои танки, свои самолеты, свои дальнобойные комплексы, своя экономика, которая позволяет не зависеть от них. Наполнить бежит. Диверсифицированно, распределенное по нашим союзникам. В Польше нужны военные заводы. Там еще, еще, чтобы нельзя было накрыть ракетами. Огромный объем работы нужно совершать. Огромно. Вылазить из войны, возвращать своих граждан, принимать мигрантов. Миллиарды реального содержательного работы. А здесь мы упираемся еще в давние украинские, украинскую проблему, которая 500 лет уже существует, с лишним. И это еще и надо, если уже совсем высоко, забираться, в архетипик уйти, там большие исторические паттерны, то надо ломать еще стереотип, в котором мы жили 500 лет, если не больше. Украинцы же не хотят системной работой заниматься. Мы не хотим в немцев превращаться. Это стереотип героический. И в Турков не хотим. Да, у нас вместо системной работы героизм. Надо герои. Вот героические, всегда казаки прискочат и героически все порешают там, где просто нужно системное строительство. Пока Европа делала мануфактуры, мы занимались героизмом в великой степи. Вернее, в диком поле. Понимаете? Поэтому нам бы наращивание производства. В армии знают, я говорил, еще раз повторю, что героизм это всегда следствие провала. Телами начинаем затыкать там, где провалили планирование, подготовку, снабжение и так далее. Украинцы исключительная героическая нация. Советское словосочетание массового героизма в нашем случае является правдой. Это 500 лет непрерывного героизма, очень серьезных подвигов. Я всегда говорю, это замечательно, давайте оценим количество наших провалов системных, раз столько героизма от нас требуется. Ничему ни хрена не учимся, не хотим. Не хотим. Я и эта война не смотрю, не учит нас до конца. Всегда проще там всю зырину сказать, что да, мы за вас, но вы должны нам заплатить, чтобы мы были героями. Это причина, по которой Хмельницкий не стал королем, царем, когда ему Иерусалимский патриарх это предлагал, я так понимаю. Иначе, о чем они говорили, тоже предположение, но о чем они говорили неделю в лавре, один на один. Потому что был реестр. А реестр это не только казак, но и 5-6 его боевых слуг. Умножайте на 6. Реестр был 60 тысяч, поляки согласились. Умножаем на 6, 360 тысяч бездельников. Это тогда, при тогдашней экономике и при населении Польши, там в 5 миллионов человек либо сколько она была. Там можно было рехнуться, никакая казна это не потянет. И я предлагаю, что Хмельницкий ему прямо сказал, ну хорошо, я завтра объявлю себя царем, ты меня коронуешь, как мило. Ты получаешь вооруженную защиту, я получаю статус. А кому придут эти 60 тысяч человек? Они же к нам и придут. И скажут, давай плати. Теперь ты царь, теперь ты платишь. А мне нечем и платить. Они меня убьют сразу. Он носил кольчугу в миссерку под шапкой. Защищался от любимых соратников. Знал, кто они такие. Поэтому это вся история. У нас было два периода нормального строительства Мазепа и Скоропадский. Ну и отдельные попытки. Все. Поэтому это еще историческое проклятие Украины. С ним нужно бороться. Оно во всех нас без исключения. Это уже не по персоналю, это по коллективной персоне, которая называется украинцем. Любой национальности. Потому что если ты в украинском коллективном бессознательном, ты в этой истории. Вот и все. Себя надо преодолевать. Себя не американцев, не Путина. Себя в первую очередь. Если мы это сделаем, вот это будет то, что надо. А не сделаем, ну всякое может быть. Алексей, а у меня тогда два вопроса очень важных и прямо связанных с тем, что вы говорили. Один очень простой. Вот сейчас война идет за территорией. Территория – это важно. Но вот из того, что вы говорили, вытекает, что главное – это экономика и особенно человеческие ресурсы. Вот как оно, кстати, для обеих стран с человеческим ресурсом, потому что из того, что я вижу, Путин-то расходует зэков, а Украина расходует самых пассионарных, и есть огромное число беженцев, которые там будут планизированы. Кстати, такая стратегия Польши, и спалать крутая стратегия. Я думаю, ЕС тоже не возражает. А если бы миллион высококалифицированных рабочих, они просто будут счастливы. И европейцы пытаются ставить украинцев у себя. Все европейцы, судя по мерам, которые они предпринимают, хотят оставить европейцев у себя и украинцев. Соответственно, как сохранить эти человеческие ресурсы, не пойдя, как ты говорил, денег на позорный мир. Да, соответственно, забирается сейчас то, что на фронте и вообще внешняя и внутренней политической ситуации в России, в Украине залазит на пик. Мы обусловлены друг другом. У нас это прорвалось в виде конфликта в 47-й бригаде, у них это прорвалось в виде Димарша Пригожина и Попова, генерала. И проиграет здесь тот, вне зависимости от последствий начертания до следующего мира, у кого первого друга нервы, кто поломается. Поэтому наша задача стоять прямо как было велено, столько, сколько надо. Это все уже первые прорывы воды через треснувшую плотину и у нас, и у них. И кто первый не выдержит, тот и продует. Ну, как продует, мы не потеряем всю территорию Украины, если, например, это будем мы. Но мы не получим и того, что могли бы получить. Это очень плохо. Поэтому наша задача, что, сжав зубы, сцепившись локтями, переть вперед, пока надломится российская на фронте, пока надломятся российские среды внутри, которые, после Маши Прихожина и всех этих приключений, просто вахери, как они говорят. И мы это знаем. и пока продавится какой-то там вариант решений. Вот наша задача. Поэтому мы будем переть вперед. Переть вперед и доламывать противника. Доламывать любое цену. Чуть-чуть осталось. Они морально сломаются, даже не в смысле вооруженной силы, а в смысле абсолютного непонимания перспектив и содержания этой войны. Потому что мы говорим сейчас об украинской стороне, о том подвиге, который нам надо совершить. Подумайте, какая сумма задач стоит перед тем, бежи российскими силовиками. Путин явно не вменяшка. Или перед российскими элитами. Его перестали слушаться. Это на практике доказано. У него бунтуют военные командующие армии, выходят с политическими заявлениями, сбивают самолет, ездят на Кремль, а он их принимает потом в этом сам. И они начинают чесать репу и думают, а куда оно все рулит вообще? Мы вообще цельность России можем сохранить? Несмотря на все старания американцев и союзников, это вообще решаемая задача. Мы уже не уверены, потому что не дай Бог увидеть русский бунт безмысленный, беспощадный. Кто это будет держать? Как договариваться, если все телефоны прослушиваются? Менять его, этого Путина, не менять его, ждать, пока, естественно, порядком развалится. А где буду я? Они снимут для меня к этому моменту. А деньги, а собственность, а все остальное? Да они там зашиваются. И каждый такой толчок мысли от правого виска к левому, от затылка к колбу, внутри головы, он же только раскачивает воду в этом бассейн. Они пришли в состояние вибрации. Из этой плотины не только два ключа выбило, Попов и Пригожин, она уже вибрирует во всем, в соответствии с неуверенностью в головах российских военных, российских элит. Наша задача давить. Давить, несмотря на что давить, давить, она обязательно треснет. Собраться просто и продавливать. И мы это делаем. Несмотря на то, что американцы этого не хотят. Несмотря, потому что мы сражаемся за себя. Нет, тут уже не до сантиментов. Опять же, американцы тоже не все могут. Они, например, не могут точно регулировать такую забавную штуку, как эффекты, возникающие в связи с тем, что поставки нам все равно продолжаются и они не могут их прекратить. Вот как Людва говорит четко в интервью. Первое, мы не можем дать России проиграть, но мы точно не можем дать проиграть Украине ни при каких обстоятельствах. Поэтому вооружение, военная техника все равно будет подставляться и так далее. Но поставляете замечательно, значит, наше дело, как ее использовать. От нас зависит степень эффективности. Она может оказаться неожиданно высокой, неожиданной в том числе для наших любимых партнеров. А тогда перед фактом будут стоять. Тогда уже надо будет что-то делать с разваливающимся кремлевским режимом. так получилось, а что дело? Ну, что ж, и на этой прекрасной ноте, Алексей, спасибо вам, Екатеринская. Вам спасибо большое, Юля, за возможность. что было очень много.